Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Деяний, 4 глава. Читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала экзегет. В 3 главе Петр проповедует перед собравшимися после исцеления. Петр и Иоанн шли в храм, исцелили Хромова, просившего милостыню. И это стало поводом произнести проповедь об Иисусе. А как среагируют на это официальные представители иудейской религии? Вот они там трудятся, они работают, они читают свои проповеди, совершают свои обряды. А тут приходят какие-то горилейские рыбаки-провенциалы, неучи. И у них отбивают паству и, собственно говоря, занимают их место. Как с этим можно мириться? Кто они такие вообще? Пока Петр и Иоанн говорили к народу, к ним подошли священники, начальник храмовой стражи и саддуки. Саддуки одна из двух основных группировок, там фарисеи и саддуки, и саддуки в основном в храме как раз были. Которые были крайне возмущены тем, что они учат народ и проповедуют, что как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснут и его последователи. А саддуки вообще отрицали воскресение из мертвых. Они схватили Петра и Иоанна, и так как уже было поздно, заключили их до утра под стражу. Многие же из слышавших проповедь поверили, число верующих возросло уже примерно до пяти тысяч. Там у нас было три тысячи, теперь уже пять. А этих бросили под замок, даже толком непонятно, в чем они виновны. Вот просто лезут тут всякие. На следующий день начальники, старейшие научители закона собрались вместе в Иерусалиме. Там были первосвященник Анна, Каиафа, Иоанна, Александр и все члены рода первосвященника. Ну, то есть там вот верхушка, они все близкие родственники. Это вот клан, который правят главные священники. Они поставили арестованных посредине и стали допрашивать их, какой силы или от чего имени вы все это делаете. То есть их принцип, где ваши полномочия? Правда это, неправда, это неважно. Вы кто такие? Бумажку покажите. Удостоверение, лицензию, пропуск. А нету, значит, все, молчите. Тогда Петр, исполненный Святым Духом, да, бумажки у него нет, а Святой Дух есть, сказала, начальники народа и старейшины, если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершенное калеке, они же исцелили Хромова, который милосту не просил, и что это плохо, да, нас за это накажут, и спрашиваете нас, как он был исцелен, то знаете, вы и весь народ Израиля. Это все равно повод для проповеди, да? Вы нас хотите наказать, но я не буду говорить, какие мы молодцы или о том, какие вы гады. Я скажу о том, как это случилось. То знаете, вы и весь народ Израиля. Этот человек сейчас стоит перед вами здоровым, благодаря имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых. Вновь и вновь он говорит, он от Бога, вы распяли, он воскресил. Да, вот три элемента проповеди Петра принципиальных, без которых весть об Иисусе теряет смысл и содержание. Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами, строителями, который стал креугольным. Это, конечно, цитата из Псалма, но, понятно, вот строители смотрят на камень, думают, он не пойдет на постройку, но оказалось так, что этот камень самый главный на нем содержится. «Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакое другое имя под небом, которым надлежало бы нам спастись». Вот сразу такое очень серьезное заявление. Только оно исцеляет, и то, что нищий был Хром, а стал здоров, это всего лишь подтверждение того, что мы духовно мертвы, но будем живы. Всех удивляла смелость Петра и Иоанна, ведь было видно, что они люди не ученые и простые. Они говорят с акцентом галилейским, одеты в какую-то очень простую одежду. Такие гастарбайтеры, да, вот в спецовках ходят там и говорят с акцентом, и спорят с первосвященниками, как они смеют. В них узнавали спутников Иисуса. Видишь, рядом с ними исцеленного, присутствующие ничего не могли сказать против. Они-то не могут исцелить Хромова, а эти смогли. Нарушение иерархии, но такое, что не поспоришь. Тогда они приказали им покинуть высшие советы, стали свершаться между собой. Что нам делать с этими людьми, говорили они. Все жители Иерусалима знают, что они совершили великое чудо, и мы не можем это отрицать. То есть мы бы отрицали, но вот слишком уж широко разошлось, да. Их не интересует истина, их интересует пиар, впечатление. Их интересует, как это выглядит. Чтобы слух об этом не распространился еще шире среди народа, давайте пригрозим им, чтобы они никому не говорили об этом имени. То есть самое главное, молчите, не лезьте никуда, пусть все остается как есть. Правда, неправда, болезнь, исцеление, спасение, гибель, это все не важно. Важно сохранять нынешнее положение дела, потому что они при нынешнем положении дела у руля, потому что они начальники. И им абсолютно все равно, да, вот только бы это не было поколеблено. Они опять велели ввести их и запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Казалось бы, чего проще, согласиться и свободен, гуляй. Но Петр и Иоанн ответили им, посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться вам больше, чем Богу? Ведь мы не можем молчать о том, что мы видели и слышали. Это они так первосвященникам, элите, говорят, да. Мы не будем вам подчиняться, не потому что мы революционеры, не потому что вы нам не нравитесь, а потому что Бог от нас другого требует. Члены высшего совета, преградив им еще раз, отпустили их, не найдя возможности их наказать, потому что весь народ славил Бога за то, что произошло. А Верховный Совет-то бессилен, Синедрион тот самый, да. У него вроде бы вся полнота власти, но он связан, вот они так заботятся о своем впечатлении, что они связаны этим впечатлением, которое они производят. Они не могут пойти против своего имиджа справедливых судей, которые на самом деле совершенно несправедливы. Ведь человеку, над которым было совершено это чудо исцеления, было больше сорока лет. Ну, то есть он сорок лет там сидел, то есть вообще даже никто не помнил, как это случилось, и все знали, что он хромой, и все тут, а вдруг он перестал им быть. Когда Петра и Иоанна отпустили, они вернулись к своим, рассказывали им обо всем, что им говорили первосвященники и старейшины. А вот смотрите, в христианской общине никаких барьеров нет. Обо всем можно говорить, почему нет? Когда верующие об этом услышали, то они единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка, ты создал небо, землю, море и все, что в них. Ты сказал Святым Духом через уста нашего Отца и твоего слуги Давида, зачем расцверепели язычники и народы замыслили пустое? Восстают земные цари, и правители собрались вместе против Господа и против его помазанника». Ведь действительно объединились в этом городе Ирод и Понтий Пилат, Ирод римский наместник, как Ирод местный правитель из числа, ну, не совсем иудеев, они там и думейского рода, Ироды, это династия целая, ну, в общем, все они вместе. «Ирод и Понтий Пилат с язычниками и с народами Израиля против твоего святого слуги Иисуса, которого ты помазал, Мессия, да, избраничество помазания. Они сделали то, что предопределено было твоей силой и волей. И сейчас, Господи, взгляни на их угрозы и дай твоим слугам смело возвещать твое слово. Протяни руку твою из целебольных, совершая знамения и чудеса именем твоего святого слуги Иисуса. И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены святым духом и смело возвещали слово Божье». То есть они просят ни безопасности, ни силы, ни славы, ни ресурсов каких-то. «Дай твоим слугам смело возвещать твое слово». То есть просят всего лишь внутренних сил для того, чтобы исполнять свое предназначение. Вот и все. Остальное, так как ты определишь, Господи, так оно было, есть и будет. Удивительная детская какая-то наивность и доверчивость, во многом, конечно, утраченная в более поздней христианской истории. И вновь описывает Лука, уже это было в конце у нас с вами, второй главы, как они жили между собой. Все множество уверовавших было едино сердцем и душой. Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но все у них было общее. Апостолы продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса, и Бог проявлял ко всем свою благодать в полной мере. Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги и клали у ног апостолов. Эти деньги распределялись к каждому по потребности. Например, Иосиф, которого апостолы прозвали Варнавой, что значит сына тишения, это перевод еврейского, левиц Кипра, владевший участком земли, продал свое поле, принес деньги и положил у ног апостолов. Этот Варнавой еще будет потом спутником Павла, он здесь впервые появляется. И смотрите, иногда это называют христианским коммунизмом, но из истории нашей страны становится видно, что коммунизм — это когда у всех все отбирают, а потом между ними распределяют. А здесь ровно наоборот, здесь все все приносят. Это как-то иначе следует назвать. И вот эта общность имущества — одна из самых удивительных черт, но нельзя сказать, что только у христиан это было. Подобные вещи бывали в разного рода философских, религиозных кружках, группах в разные времена, в разных народах. Но важно, что для христиан, собственно, все их сообщество сейчас 5000 уже, да, по тексту, это одна семья. А в семье не считают деньги. Зубные щетки там только у каждого свои, все остальное и одежда. Все остальное более-менее общее. Там продукты или дом, в котором люди живут. К сожалению, это недолго держалось. И что интересно, здесь общая картина. Лука любит сначала общую картину, потом исключение. В пятой главе будет исключение совершенно скандальное. Его тоже прочитаем.